Мелодия Мелодия Меловь и смерть, идущие рука об руку, страсть и ревность, месть и раскаяние, редкие в обыденной человеческой жизни, но частые на сцене, так нравились публике 19 века. И Верди гениально облекает их в музыку. Критиками того времени они его поругали, потому что сказали, что он слишком далекий от жизни. Но, тем не менее, музыка признана была гениальной абсолютно, потому что она очень захватывает потрясающей красоты мелодии. Если бы Джузеппе Верди жил сегодня, он был бы настоящим поп-идолом с миллионами поклонников во всем мире, а его музыка звучала из каждого окна автомобиля, из колонок и в наушниках. Примерно так и было в Италии 19 века, только без звукозаписи. Но его мелодии напевали все, от дворника до чиновника. Он был главным музыкальным символом Италии и одним из самых популярных композиторов Европы. Когда Джузеппе исполнилось пять, отец заметил тягу ребенка к музыке и подарил ему спинет – разновидность клавесина. Занимался юный музыкант и на органе в церкви, а в 15 лет написал свою первую ораторию. В 18 он отправился в Милан, чтобы поступить в консерваторию, но его не приняли, посчитав навык игры на фортепиано недостаточным. Тогда он начал брать частные уроки. После обучения, вернувшись в родную коммуну Буссета, он дал концерт, очаровал местную публику своим талантом и встретил первую любовь – дочь друга семьи. Сначала он ее учил музыке, а потом женился. Любовь стала лип-мотивом всего творчества Верди. Эту свою первую оперу Аберта Верди написал в 26 лет, у него уже было двое детей. Но семейное счастье продолжалось недолго – оба ребенка умерли во владенчестве. Через какое-то время скончалась и жена. И эта трагедия так сильно отразилась на композиторе, что он перестал писать. Целыми днями он мрачно и бродил по улицам, но все же попытался спастись, уйдя в работу. И в этом состоянии начал создавать комическую оперу «Король на час». Но она разочаровала критиков и публику. Еще один удар совсем подкосил Верди. И только его импресарио Мирелли удалось заинтересовать композитором. Он показал ему новое либретто, основанное на библейском повествовании о вавилонском царе Навуходоносоре или «Набука», как называют его итальянцы. И Джузеппе создал шедевр, вложив в него всю свою боль. Главную партию в опере исполнила солистка Миланского театра Джузеппина Стрепоне. После этого кризиса он именно и получил вот этот свой стиль, то есть эти переживания вылились в его первую огромную работу, серьезную, которая имела потрясающий успех. И была за первый месяц, два месяца в Ласкало более 50 представлений выдержала. Это опера «Набука», в которой Джузеппина исполнила роль Абигаиль. И, собственно, постепенно потерял голос, потому что роль Билан настолько сложна, она и сейчас, в общем-то, редко кто исполняет эту роль. А в Италии в это время поднимаются революционные настроения за объединение разрозненных земель и освобождение от влияния Франции и Австрии. И песня пленных иудеев из оперы «Набука» становится народным гимном Италии. Джузеппе и Джузеппина после триумфальной премьеры сблизились. Она убедила его работать дальше. Именно новая любовь сподвигла Верди на очередной музыкальный шедевр – «Травиату», либретто которой было основано на романе Александра Дюма-младшего «Дама с камелиями». Но премьера провалилась. Консервативные итальянцы не могли принять добрачные отношения композитора и певицы, а выбор в качестве главной героини-куртизанки еще больше настроил общество против них. Джузеппине даже не продавали продукты на рынке, но любовь победила Джузеппе и Джузеппина, поженились отравиата, дождалась своего звездного часа. Ее триумф состоялся. Сегодня эта опера – одна из самых знаменитых в мире. Каждое следующее творение композитора критики признавали еще более талантливым и виртуозным. Он стал законодателем оперной моды в Европе. Еще при жизни Верди его имя стала носить «Миланская консерватория», некогда не принявшая юного Джузеппе в свои ряды. Множество стран мечтало о том, чтобы итальянский гений ставил свои шедевры на их оперных сценах. Верди – такой композитор, который захватил какие-то знаковые вещи и в своей стране, и в чужих странах, как у нас «Сила судьбы» в России, как в Египте прошла премьера Аиды к установлению нового театра оперного. Уже при жизни Верди стал признанным классиком. Но все же в его музыкальное царство на европейских сценах постоянно вторгался другой гений, который родился с ним в один и тот же год – Рихард Вагнер, со своим новаторским подходом и неудержимой энергией. Это были совершенно разные школы – романтическая, страстная, итальянская и величественная, философская, немецкая. Вагнер и Верди заочно критиковали друг друга, так до конца жизни и не встретившись ни разу, но при этом каждый признавал гениальность другого. Оба оставили бесценный след в истории мировой оперной музыки. Но, надо честно признаться, знаем и напеваем мы сегодня все-таки чаще мелодии Джузеппа Верди. Субтитры создавал DimaTorzok